Всем привет и добро пожаловать на урок номер 5 из курса базовой грамматикой английского языка. Вы уже прошли целых 4 темы про существительные, nouns in English, и сегодня у вас одна из завершающих тем по данному разделу. Тема урока звучит как compound nouns или complex nouns, что означает составные или сложные существительные. Составное или сложное существительное это слово, состоящее из нескольких слов, которые образуют новое понятие. Они чаще пишутся слитно, либо через дефис. Например, bedroom, спальня, слово образовалось от слова bed, кровать, и room, комната. Dining room, столовая, dining, соответственно, обеденный, room, опять же, комната. Некоторые сложные существительные состоят из двух слов с предлогом, стоящим между ними. Такие слова тоже пишутся через дефис. Это, например, такие слова, как commander, in chief, главнокомандующий. От слов commander, командир, командующий. In, предлог в, chief, начальник или главный. Mother-in-law, свекровь или теща. От слов mother, мама, in, предлог в. И слово low, что означает закон. Дословно можно перевести как мать по закону. Это слово уже ранее встречалось, но в первых темах, и думаю, значение его вы уже помните. У сложных или составных существительных есть три основных типа. Open – это существительные, части которого пишутся отдельно. Hyphenated – такие существительные, пишутся через дефис или через дефисы, как те, которые мы уже видели прежде. И третий тип – closed. Составное существительное, части которого пишутся в одно слово, то есть слитно, без дефиса и без пробела. Смотрим примеры. Fruit – juice. Это тип open compound word, то есть открытый тип составного существительного. Greenhouse – что переводится как теплица. Это у нас closed compound word, то есть закрытый тип составного существительного. Третий тип – это у нас hyphenated compound word, то есть тот тип, который пишется через дефис. Примером служит слово son-in-law – взять. Многие из таких существительных исторически выглядели иначе, то есть изначально они могли, к примеру, писаться отдельно, как два слова, потом они могли писаться через дефис, и уже сегодня в современном английском мы встречаем их как closed type, то есть слитные слова, составные, существительные. Есть даже такие слова, которые в американском английском пишутся слитно, а в британском пишутся через дефис. Например, слово passerby – прохожий. В британском и американском имеют различие в написании. Составные существительные образуются за счет сочетания разных частей речи, то есть это могут быть не только существительное плюс существительное, но и различные другие части речи, которые в итоге образуют существительное. Давайте посмотрим несколько подобных схем. Noun plus noun – наиболее распространенная схема или, скажем, формула, когда два существительных образуют новое понятие вместе. Например, Toothbrush, Cornfield, Busstop, Vertree, Website, Teapot, Football, Daylight, Firefighter, Carpark, Policeman, Willard Dealer, Shoelace, Motorcycle and Bedroom. Обязательно вернитесь к этим примерам для того, чтобы еще раз просмотреть их значения и отработать произношения. Не перестаю напоминать вам об этом, потому что это крайне важно для того, чтобы вы из курса вынесли не только теоретический материал, но и запомнили новые слова. Следующая формула, которая образует новые существительные – это формула noun plus verb. Смотрим примеры. Я немножечко затягиваю в произношении слов, хотя в речи они звучат гораздо более бегло. Давайте попробуем еще раз их посмотреть. Spot recover, haircut, snowfall, rainfall, airlift. Вам необходимо привыкать к более натуральному темпу речи, а для этого вам важно смотреть фильмы на английском и слушать музыку. Это поможет вам привыкнуть к речи носительной языка. Основное заблуждение в изучении языка – это тот факт, что вам необходимо на начальных этапах учить медленную речь и воспринимать ее в медленном темпе, а уже потом учиться воспринимать английский в беглой речи. Ничего подобного. Вам нужно создавать максимально экстремальные условия. Поэтому, так как сегодня уже пятый урок, я постараюсь теперь проговаривать, к примеру, чуть-чуть быстрее. Следующая схема – это noun plus adverb, то есть существительное плюс наречие. Образуем мы по-прежнему существительные, но только complex или compound – составные. Следующая формула из всей речи для образования новых – compound nouns – это noun plus adjective – существительное плюс прилагательное. Далее мы рассмотрим случай, когда на первое место вместо существительного выходят как раз другие части речи, а существительное ставится на втором месте. Глагол плюс наречие – глагол плюс существительное. Глагол плюс наречие – verb plus adverb. Look out, draw back, know how, take off, warm up, get together. Adverb плюс noun – наречие плюс существительное. Есть такие формулы, в которых существительное, как отдельная часть, отсутствуют в принципе, и тем не менее в результате все же образуется новое существительное. Compound – noun, adjective plus noun. Вернемся к схеме существительных. Прилагательное плюс существительное. И последняя формула – это наречие плюс глагол. Adverb плюс verb. Вы наверняка заметили, что произнося большинство примеров из перечня compound nouns, то есть составных существительных, ударение я ставила на первую часть слова, то есть первую основу. Чаще всего так и происходит, хотя не всегда. Главное, что нужно помнить, это что нельзя делать ударение на каждую из составных частей, потому что тогда мы можем говорить об абсолютно другом понятии, то есть уже о выражении, состоящем из двух отдельных слов, а не о составном существительном. Например, Greenhouse – это у нас теплица. Ударение мы ставим на первое слово из составного существительного. Greenhouse – зеленый дом. Здесь у нас каждое слово является смысловым, и вместе они не образуют нового понятия. Ударение ставим на оба слова. Это все, что касается теории compound nouns, составных существительных. На самом деле, несмотря на то, что формул достаточно много, вам необходимо запомнить основные составляющие. Мой основной совет, конечно же, составлять конспект в процессе рассмотрения видео. Но лучше всего это делать при повторном просмотре, когда параллельно вы можете поработать с примерами ваших новых слов. Новые слова я рекомендую выписывать в отдельную таблицу, либо в ваш словарик, потому что просто просмотрев видео, вам этого будет недостаточно для того, чтобы их запомнить. Ну а для самых ленивых, которые не будут следовать моим рекомендациям, я предусмотрела определенное количество повторений всего лексического материала, в процессе проработки заданий. Таким образом, даже если вы не будете выполнять ни одну из моих рекомендаций, вы в любом случае ознакомитесь со словами достаточное количество раз, чтобы запомнить их в большем объеме. Все на сегодня. Lesson 5 is over. Урок 5 закончен. В следующем уроке мы сделаем обзор по всем темам существительного и перейдем к следующей части речи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова